Сибирскому международному марафону За время его проведения участниками и гостями стали сотни иностранцев из США, Канады, Англии, Голландии, Германии, Кении и Австрии. На пресс-конференции организаторы рассказали некоторые подробности предстоящего забега. В частности о том, что в этом году поменялся маршрут для бегунов. Такое решение было принято для того, чтобы простым жителям было удобно передвигаться по центральным улицам города. Мы прекрасно понимаем, что перекрыть центральную улицу даже в воскресенье, в сентябре, это несет определенные проблемы. И естественно у кого-то вызывает дискомфорт. В частности, прошлогодняя трасса была крайне неудобна для жителей одного довольно крупного микрорайона, который находится в границе улиц Красный Путь, Фрунзе, Кемеровская и набережная Тухачевского. Среди участников ожидаются профессионалы из Кении, Эфиопии и других бегущих стран. А среди любителей бега на старт выйдут гости брифинга. Александр Данилов, не пропустивший еще ни одного сибирского международного марафона, и Наталья Самгина, которая только готовится преодолеть свой первый марафон. В настоящий момент просто вызов самой себе. Потому что долгое время для меня люди, которые могли преодолеть 42 километра, были просто сверхчеловеками. Мне казалось это совершенно невозможным. Ну, это, наверное, надо было обладать особыми данными для того, чтобы дойти до финиша. Финишировав на первом сибирском международном марафоне, я, значит, очень сильно устал. И сказал сам себе, чтобы я еще раз побежал в этот марафон. Нет, я больше бегать не буду. Ну, время шло, время шло, пришел второй по времени сибирский международный марафон. Ну, и летом я сам себе сказал, ну-ка, давай еще раз попробуй, еще раз подготовься. Ну, подготовился уже намного серьезнее, чем к первому марафону. Побегал очень много уже. Ну, и, собственно, преодолел эту дистанцию. Ну, раз преодолел, значит, появилось желание бегать дальше. Напомним, что традиционно участникам доступны дистанции в 5-10 километров, а также классическая 42 километра 195 метров. А те, кто поторопится и зарегистрируется на сайте Рансим до 6 сентября, получат именной номер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова